Здравствуйте, это Укрлась Людмила Немирия, мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь на наш канал. А с нами на связи Дмитрий Ефремов, которого мы страшно рады видеть. Я хочу напомнить, что он является экспертом Ассоциации Китай-Ведов, и он также доцент кафедры международных отношений Киева-Могилянской Академии. Дмитрий, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, Людмила, с удовольствием пообщаемся. Спасибо. Дмитрий, Китай. Китай в 2024 году. Знаете, вот мы можем читать общие какие-то, то, что там можем прочесть, да, общие какие-то сведения, но очень хотелось бы так, как вы умеете, глубоко посмотреть, что там на самом деле в Китае планируется там на следующий год, к чему готовится Китай, как это выглядит. Признаюсь, честно, как-то не так много в декабре мы вообще говорили о Китае, когда делали прогнозы на 2024 год. Это меня, кстати, немножко даже удивило, почему наши эксперты меньше на это обращают внимания, не знаю. Может, они что-то знают, о чем вы нам расскажете? Ну что ж, давайте попробуем. Я бы начал с того, что внешняя политика, про которую наши эксперты широко говорят, она очень сильно в Китае в последнее время, не всегда так было, но в последнее время она детерминирована внутри политической и внутри экономической ситуации. И давайте для начала разберемся, как обстоят дела там, а потом посмотрим, как это все будет влиять на позицию Китая на международной арене. Я думаю, начать следует с того, какие планы перед собой ставит сам Китай. Си Цзиньпин недавно на одном крупном совещании очертил планы на 2024 год. И мы можем, отталкиваясь от этих планов, конкретно рассмотреть, какие же проблемы существуют внутри китайской экономики. Первая из них касается того, что китайский лидер ставит задачу перед своими чиновниками формировать так называемую современную производственную систему посредством научно-технических инноваций. Что это означает? Это означает, что перед Китаем стоит задача усиленной конкуренции и технологической гонки с Соединенными Штатами в современных ключевых отраслях, которые являются высокотехнологичными, а также связаны с современными услугами. Это интернет, это искусственный интеллект, это робототехника и это полупроводники. То, что обеспечивает, скажем, основу для работы и развития вот этих всех высокоинтеллектуальных секторов будущего. И тут у Китая есть определенные достижения, есть определенные успехи, но есть некие задачи, которые надо достичь и поправить для того, чтобы улучшить текущую ситуацию. Вот если мы возьмем базу, вот эти полупроводники, то следует отметить, что в Китае сосредоточено приблизительно четверть мирового производства полупроводников. Китай не является отсталой страной по производству полупроводников. Он конкурирует с Тайванем и с Южной Кореей. В Соединенных Штатах уровень производства полупроводников ниже. Но здесь скрыта проблема качества. Те полупроводники, которые производят Китай, они более широкого профиля и пользования являются не настолько передовыми, насколько передовые полупроводники производят его конкуренты. И вот задача преодоления вот этого разрыва, она является ключевой. Это то, та сфера, внутри которой будет происходить технологическая конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем в ближайший год. Тут следует вспомнить те рестриктивные меры, которые Соединенные Штаты вводили в течение 2023 года против китайских высокотехнологических компаний. Они были направлены сначала на то, чтобы ограничить продажи самых передовых вот этих чипов и полупроводников в Китае, на что Китай ответил скупкой большого количества производственных мощностей, станков для производства не самых передовых, но все-таки довольно современных чипов. То есть его не пускают к самому передовому поколению и технологическим наработкам в этой сфере полупроводников. Но он пытается сохранить баланс, сохранить свою способность конкурировать, расширяя свое присутствие в сфере обиходных, давайте их назовем так, полупроводников. Зачем это надо? Затем, что поставив под контроль вот этот сектор, Китай дальше будет демпинговать по цене вот этими обиходными, широко распространенными полупроводниками и микрочипами. Это приведет к тому, скорее всего, задумка такая, это уже мои экуляции, скажем так, задумка такая, оно приведет к тому, что его конкуренты в Соединенных Штатах и других восточно-азиатских странах, они не смогут выдержать эту интенсивную конкуренцию, потому что Китай известен тем, что государство активно и очень сильно поддерживает свои высокотехнологические сектора, особенно на внешних рынках. И вот эти, вследствие вот этой конкуренции, они, соперники Китая, они смогут ее выдержать, скажем, на марафонской определенной дистанции, либо потерпят крах, либо будут вынуждены перестраиваться, будут вынуждены делиться своей долей рынка и так далее. И за счет вот проигрыша в конкурентной борьбе Китай, по-видимому, рассчитывает на то, что ему удастся добиться вытеснения его соперников и перехвата лидерства. А получив контроль над вот этой сферой производства полупроводников, Китай дальше будет развивать свой собственный искусственный интеллект, будет развивать роботы. Вот Китай уже активно планирует стать лидером в производстве роботов-гуманоидов. Это в Китае сейчас очень трендовое направление. Китай также пытается подорвать конкурентоспособность своих соперников, ограничивая экспорт технологий обработки редкоземельных металлов. Дело в том, что вот эти все современные чипы базируются на использовании редких, уникальных металлов, которые в очень микроскопических дозах существуют, как примеси к разным рудам. И вот за приблизительно последнюю декаду Китай научился извлекать вот эти редкоземельные металлы из разнообразных руд. В первую очередь на своей территории он получил лидерство в этом секторе редкоземельных металлов. И через него уже может поддерживать конкурентоспособность своих производителей за счет того, что делать цену микрочипов, созданных на этих редкоземельных металлах, добытых в Китае дешевле, и ограничивать возможности своих конкурентов, не допуская их к вот этим эксклюзивным ресурсам. Китай также добился колоссальных успехов в распространении технологии 5G. В Китае очень большая степень покрытия вышками 5G своей территории. Насколько я понимаю, она превосходит любую из других западных стран. А 5G – это скорость передачи информации и это интернет вещей. Интернет вещей – это такая современная экосистема технологий, которая позволяет интегрировать между собой огромное количество приборов, датчиков, сигналов, потоков информации и так далее. И управлять дистанционно самыми-самыми разнообразными процессами. Например, трафиком автомобилей в городе, обслуживанием онлайн-заказов, все что угодно, и быстрой доставкой их. И вот это все, оно создает определенную, скажем, сферу концентрации Китая, определенный задел, конкурентный задел по сравнению с его соперниками. Но в то же время это поднимает и вопросы. Вопрос заключается в том, а насколько хватит ресурса у Китая для того, чтобы выдерживать вот этот интенсивный темп конкурентной борьбы. И тут ответ дать очень сложно, но в самом Китае существуют разные мнения. Вот, например, китайские ученые из Академии социальных наук, которые являются самым крупным китайским синтенком, они говорят, что Китай находится на пороге так называемой ловушки среднего уровня технологического развития. Это такой специальный научный термин, который описывает проблему, с которой сталкиваются страны, которые производят быстрое догоняющее развитие, быструю индустриализацию, когда надо переходить от количественного роста к качественному росту. Количественный рост заключался в том, что вот Китай вот эти последние 40 лет рос колоссальными темпами, и это все в первую очередь достигалось за счет урбанизации, за счет дешевизны рабочей силы и за счет экономии на социальных издержках. То есть это было экстенсивное расширение использования количества ресурсов, в первую очередь человеческих ресурсов, вот, а потом под это подтягивалось и капитал, да, как ресурс для производства. А теперь, когда определенный уровень развития уже достигнут, когда уровень доходов на душу населения в Китае превышает, по-моему, 11 тысяч долларов Соединенных Штатов, что уже больше, чем в России, сказочно богатой ресурсной стране, да, якобы. И вот этот уровень, который достигнут, он теперь требует изменения подхода к развитию, он требует перехода от количественного роста к качественному росту, а качественный рост предполагает, что у тебя должен быть определенный, скажем, экосистема, которая связана с инновациями, с технологиями и с интеллектуальным развитием капитала. То есть вот этот человеческий капитал, это должны быть не рабочие руки, а интеллектуальное, интеллект и интеллектуальное средство производства товаров и услуг. И за счет вот большого количества ученых, за счет того, что у них есть хорошие и надежные финансовые возможности, за счет того, что у них, им доступны передовые технологии, лаборатории, технические возможности и так далее, эти ученые, собравшись в определенном месте, они могут осуществлять так называемые технологические прорывы. И вот перед Китаем стоит задача научиться добиваться качественного роста, научиться быть генератором самых передовых инноваций, потому что то, что делал Китай раньше, в большей мере процентов на 70, на 80, это было копирование того, что было изобретено в других странах, в первую очередь в Соединенных Штатах и Западной Европе. И поскольку теперь наметилась тенденция, что Китай рассматривается этими странами как угроза для себя с точки зрения безопасности, как угроза для себя с точки зрения экономических перспектив, как угроза с точки зрения ценностей, с Китаем стали сильно ограничивать возможности вот этой интеллектуальной и технологической кооперации. И теперь Китай должен дать ответ на этот новый вызов. И китайские ученые уже бьют по этому поводу тревогу, ставя под вопрос или задаваясь вопросом, а готов ли Китай к вот этому качественному переходу. Потому что, смотрите, все эти инновации, они требуют определенной интеллектуальной среды. Это университеты, интеллектуальные кластеры, технопарки, вот все вот это. И в некоторых сферах, особенно технического характера или, скажем, в естественных науках, добиться концентрации этих ресурсов, интеллектуальных ресурсов проще. Но в какой-то момент этого недостаточно становится. Должен быть соответствующий темп развития и гуманитарных отраслей, скажем, наук об обществе, о человеческих отношениях, о психологии человека и так далее. А вот здесь у Китая возникают его проблемы, связанные с тем, как Китай ограничивает и пытается контролировать интеллектуальную свободу своих граждан, в том числе и ученых. То есть это для ученых создает определенные барьеры, которые ограничивают их возможность свободно высказываться, свободно, скажем, излагать свои мысли, свободно творить, свободно задавать себе неудобные и другим неудобные вопросы. И это все в конечном итоге призводит к тому, что уровень развития социальных наук в Китае существенно отстает и от международного уровня, и от уровня его развития естественных наук. И для того, чтобы это развитие было нормальным и гарантированным, нужно восстановить вот этот баланс. Как Китай это будет делать, пока что не ясно. Вот, это большой-большой знак вопроса. Дальше давайте вернемся, наверное, к Си Цзиньпину и тому, какие задачи он перед собой ставил. Он поставил задачу больше усилий прилагать к расширению внутреннего спроса. Что это означает? Это связано с ощущением, я так понимаю, китайской власти, что наступил некий кризис модели развития, которую ранее использовал Китай. Основные ее черты я уже презентовал и описал. Она связана с тем, что мы делаем упор на количество, за счет количества достигаем экстенсивного расширения объемов производства, и у нас происходит гарантированный экономический рост. Но в большой степени или в большей степени такая модель требует постоянной подпитки ресурсов. Человеческих ресурсов и финансовых ресурсов, то есть капитала. И, насколько я понимаю, в последнее время с капиталом возникли существенные проблемы. Проблемы связаны с тем, что Китай, во-первых, недостаточных для своего развития объема генерирует вот этот капитал в средине своей страны. Во-вторых, то, что могло было быть замещено за счет иностранных инвестиций, также эти возможности существенно сократились по разным причинам. Я думаю, мы их чуть позже обсудим. Иностранные инвестиции в Китай сокращаются. Некоторые предприятия серьезно рассматривают и предпринимают серьезные действия для того, чтобы вывести свои инвестиции из Китая. И все вот это, сужение... А, и еще один момент долги. Накоплена огромная сумма долгов, в первую очередь в частном секторе, который как раз достигал вот этих темпов роста больших и поддерживал их, в первую очередь за счет привлечения займов. То есть весь этот рост был профинансирован в долг за счет будущих поколений, скажем так. И сумма, которая накоплена, я бы не сказал, что она прям вот критически и катастрофически угрожает. Но она очень существенно сковывает возможности и свободы маневров. Очень большая сумма денег расходуется китайским бюджетом на то, чтобы поддерживать и финансировать погашение накопленных долгов. Уже в некоторых местах это доходит до одной пятой бюджета. В конечном итоге это означает, что за счет вот этих экстенсивных факторов, за счет наращивания инвестиций, возможности дальше поддерживать высокий темп роста практически исчерпались. Соответственно, нужно искать другие инструменты, нужно расширять внутренний спрос. Если ты не можешь наращивать инвестиции, ты должен работать с потреблением населения, ты должен стимулировать людей больше потреблять и тратить больше денег на товары, на услуги и за счет этого увеличивать внутренний спрос. На основе такой модели построена экономика в Соединенных Штатах, в Западной Европе и скорее всего эволюционно Китай тоже будет двигаться к такой модели. Но проблема заключается в том, что граждане Китая напуганы вот этими ковидными ограничениями, которые были в 2020, 2021 или частично в 2022 годах, они очень сильно пережили некий психологический стресс и на вот этом опыте выучили урок, что необходимо отказываться от чрезмерного потребления и больше накапливать средств. И это идет вразрез с тем, что китайская власть хотела бы добиться. Она хотела бы, чтобы люди больше тратили, а люди отказываются больше тратить, но они больше пытаются сберегать. Мало ли опять возникнет какая-то пандемия или какая-то кризисная ситуация, это все приведет к тому, что этот сценарий локдаунов и ковидных ограничений опять повторится. И вот предвосхищая такую перспективу, люди пытаются больше сберегать, а не больше потреблять. В конечном итоге это приводит к тому, что темпы восстановления экономики после ковидных локдаунов с 22-23 годов, они слабые. То есть они демонстрируют позитивную динамику, но они недостаточные, ожидалось больше. Прогнозировали, что Китай быстро восстановится, для этого были основания, потому что бурные восстановления шло в конце 22-го, начале 23-го годов. Но вот приблизительно с лета текущего года, текущего 23-го года эта вся динамика сильно-сильно сократилась или замедлилась. И поэтому теперь у китайской власти стоит задача восстанавливать уверенность потребителей в завтрашнем дне, восстанавливать уверенность предприятий, стимулировать их больше инвестировать, больше потреблять. И это все сложно, потому что нет никаких гарантий, что такой сценарий вновь не возникнет. Какие-то конкретные мероприятия пока не просматриваются, что будет делать китайская власть, что они конкретно хотят предпринять. Вот в начале 24-го года будет традиционный пленум в марте месяце, и там скорее всего он будет посвящен как раз вот этому экономическому стимулированию, то что является самым-самым-самым наболевшим для Китая сейчас, не внешнеполитические вопросы, а именно внутренняя повестка. И там они скорее всего очертят какой-то грандиозный план того, как они будут стимулировать собственный экономический рост в ближайшие перспективы, потому что он ниже. Еще раз, он не критический, он не негативный, это не рецессия, это просто замедление темпов ниже, чем ожидалось. Это все равно проблема для Китая низкий темп роста, потому что люди, простые граждане Китая при низких темпах роста перестают ощущать позитивный эффект от вот этой хорошей динамики на себе. Потому что когда экономика выросла на 5%, твоя зарплата выросла на 5% за год, это ощутимая прибавка. А если экономика выросла на 3%, а твоя зарплата выросла на 1% за год или вообще не поменялась, это уже что-то не то. На уверенности у граждан в том, что именно коммунистическая партия Китая способна обеспечить их благосостояние, способна обеспечить их экономическую стабильность и процветание, базируется легитимность коммунистической партии Китая. То есть люди соглашаются с тем, что политический строй будет именно вот таким, каким он существует, с отсутствующей демократии, ограниченными личными свободами и коммунистической партией, которая определяет курс, определяет, что можно говорить, что нельзя говорить, как нужно себя вести и так далее. Взамен они ожидают, что экономика будет расти и их благосостояние будет улучшаться. Политических требований они пока что не выдвигают. Почему сказать сложно? То есть это элемент культуры или же это элемент пропаганды, результат пропаганды или это элемент, скажем, политики давления со стороны власти на население. Но тем не менее пока что политических требований в публичном пространстве мы их зафиксировать просто не можем, потому что существует китайская цензура. И китайское правительство будет концентрировать свои усилия на том, чтобы возродить вот этот позитивный тренд роста благосостояния населения. Косвенно об этом свидетельствует также то, что вот Центральный банк Китая, который отвечает за монетарную политику, он стал, по мнению экспертов, терять свое влияние. Что это означает? Это означает, что большую роль в экономике станет играть государственный бюджет и Министерство финансов. То есть если раньше, следуя мейнстриму экономическому, следуя рецептам, которые современная экономическая наука предлагает для преодоления кризисов, рецессий, ведущая роль должна отводиться монетарным органам, Центральному банку, который регулирует процентную ставку, регулирует количество денег, находящихся в обороте. И соответственно, если этот орган влиятельный, у него много полномочий, его представители занимают высокие должности, они могут решать вопросы и так далее, то сейчас по наблюдениям вот эта влиятельность Центрального банка, она сократилась. И вот еще есть определенный момент, который связан с тем, что такой Центральный банк это всегда рассадник определенных либеральных идей, рыночных идей, свободы экономических отношений, сокращение барьеров, веры в рынки и так далее. И естественно, когда у тебя ситуация не очень хорошая, когда тебе надо через наращивание государственных расходов стимулировать вот этот совокупный спрос, ты отказываешься или сокращаешь значимость вот этих монетарных инструментов и приходишь к фискальному инструменту. То есть это тот элемент политики, который для Китая будет актуальным на краткосрочную перспективу для того, чтобы перезапустить вот этот экономический рост. Но опять же, когда ты это делаешь с помощью фискальных инструментов, это количественный рост, это некачественный рост. Для качественного роста нужна определенная среда, которой пока не хватает и нужно время. Как будет происходить, как будет меняться ситуация, пока сказать сложно. Естественно, Си Цзиньпин говорит, что надо углублять и продолжать реформы в ключевых отраслях. Но если посмотреть на то, что он делал в течение 22-23 годов, это по сути сворачивание реформ. Реформы были эксклюзивным коньком, которым пользовался Китай в течение 40 лет политики так называемых реформ и открытости. За это время, постепенно открываясь, допуская западные технологии, западные модели управления бизнесом, западные ноу-хау и инновации, технические приемы и так далее, в свои сектора Китай добивался экономического роста и параллельно заимствовал технологии. По уже озвученным мной причинам, теперь такой формат недоступен. Соответственно, возникает необходимость усилить контроль за предприятиями, особенно с иностранной формой собственности. Еще есть проблема, связанная с вот этим замедлением экономического роста. Эксперты говорят, что в принципе Си Цзиньпин готов жертвовать динамикой экономического роста в пользу восстановления и усиления безопасности. Безопасности в широком смысле слова, но она по большому счету означает усиление контроля государством за экономикой, а раз так, то и за обществом, и за общественными отношениями. Вот за 23-й год Китай принял несколько таких законопроектов, которые как раз об этом и свидетельствуют. То есть там были один из законопроектов, точно не скажу название, но он сводился к тому, что Китай будет предпринимать дополнительные усилия по обеспечению национальной безопасности и недопуска иностранных конкурентов в какие-то ключевые или, скажем, уязвимые отрасли. Они связаны с информацией, с технологиями, они также связаны с тем, что уровень коммуникации между интеллектуальными центрами Китая и за границей будет сокращаться. Это, по-моему, то ли закон про национальную безопасность, то ли про шпионаж, вот как-то он так и был сформулирован. И его новеллы этого закона, они очень расплывчатые. Это основная претензия западного бизнеса к китайским властям. То есть под вот это экономическое, под вопрос экономической безопасности, национальной безопасности, вопрос, скажем, шпионажа и так далее, можно подвести все, что угодно. Поскольку там четко не прописано, что под этим подразумевается, за что будут карать, какие последствия и так далее. И западный бизнес, естественно, в таких условиях чувствует себя все менее и менее комфортно. Это создает стимулы для того, чтобы они переводили цепочки создания стоимости. То есть какие-то вот эти сегменты, предприятия, которые расположены на территории Китая и производят промежуточную продукцию для западных рынков или для западных высокотехнологических компаний, чтобы собственники этих компаний переводили вот эти заводы из Китая в другие страны. В первую очередь это Индия, возможно, также другие страны Юго-Восточной Азии. Вот можно сказать про Вьетнам. Вьетнам сейчас учится играть на противоречиях между Китаем и Соединенными Штатами. Буквально за последние несколько месяцев туда осуществили визит и Джо Байден, и Си Диньфин. И если с американской стороны ситуация более-менее ясна и очевидна, то удалось ли Китаю чего-то добиться на Вьетнамском фронте, пока что сказать сложно. Да, Вьетнам использовал некие прокитайские формулировки в итоговом комьюнике, но в то же время основная зона или конфликтная точка, которая между Китаем и Вьетнамом до сих пор существует, не решена. Это вопрос о статусе искусственных островов и атоллов в Южно-Китайском море. Многие из них претендует Вьетнам и пытается так или иначе восстановить свой контроль. И Китай не допускает этих возможностей. Более того, Китай не предпринимает каких-то конструктивных шагов, направленных на то, чтобы урегулировать вопрос с вот этими островами, рифами, атоллами в Южно-Китайском море и со всеми другими странами. Это элемент определенной внешнеполитической стратегии. Но пока давайте еще хочу сказать пару слов по поводу того, что вопрос безопасности и вопрос, скажем, это все создает ощущение, что Китай закрывается. Вот если перед Китаем возникает кризис, вернее, вызов внешний, и Китай не может с ним справиться, Китай ищет какую-то такую стратегию, которая бы понизила его зависимость от внешней среды, но по сути это же означает и закрытие страны. Это исторически, да. Только небольшое уточнение. Я почему-то вспомнила, помните, наше с вами интервью, когда вы говорили, это было, по-моему, в прошлом году или год назад, когда вы говорили, что Китай начинает развивать внутренний рынок, чтобы меньше зависеть от внешних рынков. Вот это продолжение той тенденции или это что-то новое? Это оно и есть. Сократить зависимость экономическую от внешних рынков, усилить внутренний контроль и безопасность, да, стабилизировать отношения по периметру своей страны и не вмешиваться в удаленные конфликты, такие конфликты, как, например, вот война между Россией и Украиной, что Китая мало интересует, да, это для него какая-то удаленная ситуация, с которой он не хочет пока какие-то вот существенные действия предпринимать. В общем и целом, это как бы, знаете, вот ощущение, что это повторение исторического опыта определенного, да, архетип, который существует у Китая. Если приходит внешний вызов в ответ, и мы не можем с ним справиться, то в ответ мы закрываемся. То есть это уже несколько раз происходило в китайской истории. Скорее всего, если сейчас Китай опять не сможет справиться, он, возможно, будет развивать или двигаться опять вот в этом направлении. Хотя, с другой стороны, Китай декларирует то, что он хочет сохранять открытость и диалог на высоком уровне со всеми странами. Вот на форум в Даосе, который будет в январе, Китай собирается отправить делегацию большую во главе с премьер-министром полицианам и будут пытаться убедить западный бизнес, во-первых, в том, что Китай – это хорошее место для инвестиций, что это стабильная экономическая среда, что это безопасная экономическая среда, что технологическое развитие Китая не угрожает западным компаниям и нет необходимости релацировать вот эти сегменты создания стоимости своих предприятий из Китая куда-то в другое место. Китай, вот когда была встреча между Сей Байденом в Сан-Франциско, озвучил идею того, что необходимо восстановить контакты на уровне P2P, то есть person-to-person, человек с человеком, межличностные контакты. Почему это важно? Потому что в Соединенных Штатах, в Западной Европе стали все более и более с подозрением относиться к студентам и ученым китайского происхождения. По сути, это является битвой за таланты. То есть китайские студенты и ученые, которые получили образование на Западе, они всегда стремятся вернуться к Китаю. В ответ, осознавая вот эти риски, связанные с оттоком интеллектуального капитала, Китай вводит широкомасштабные программы, которые направлены на то, чтобы стимулировать возвращение своих ученых назад. Это такие условия, которые даже в Америке получить для китайских ученых сложно. То есть это самые современные лаборатории, какие-то гранты с жильем, большая социальная защита и социальное обеспечение, очень хорошая программа. Китайцы также с удовольствием приглашают лауреатов Нобелевских премий по химии, по физике работать в китайских университетах или технопарках. И все это пример вот этого осознания важности технологической борьбы и попытки дать ответ на этот вызов. И для Китая вот то, что он поднял эту тему во время разговора с Байденом, да, это очень важный элемент сохранения своей интегрированности в международную систему, по крайней мере, систему интеллектуального капитала. То есть, скорее всего, есть два течения, две тенденции, которые борются между собой. Одна направлена на то, чтобы повышать безопасность и закрываться, скажем, некая консервативная тенденция. И другая направлена на то, чтобы сохранять открытость и за счет нее обеспечивать определенную экономическую динамику. Может тогда небольшое уточнение? Я правильно понимаю, что если вот консервативная будет побеждать, то тогда есть риски того, что Китай может пойти на эскалацию, там вплоть до ситуации с Тайванем и все прочее. Если будет сохраняться открытость, то это будет несколько иной сценарий. И каким длительным, по длительности может быть этот период перехода к открытости или наоборот к закрытости? Считаете ли вы, что уже в следующем году мы сможем увидеть какие-то более или менее яркие признаки, куда стал двигаться Китай? Период, скажем, консервативной или либеральной ориентации Китая во внутренней и внешней политике четко привязан к его руководству и к его лидеру. То есть пока Китай возглавляет Си Дзиньпин, скорее всего, консервативная тенденция будет набирать обороты. Это соответствует его мировоззренческим принципам, это коррелирует с его внутриэкономической программой, внешнеполитическим курсом, направленным на то, чтобы обезопасить Китай и выиграть технологическую конкуренцию, восстановить справедливость, которая была нарушена, скажем, почти 200 лет назад европейцами, которые отобрали у Китая это глобальное лидерство, хотя, по сути, он его не практиковал, он практиковал некое региональное лидерство в своей части света. И в конечном итоге вот такая восстановленная справедливость приведет к великому возрождению китайской нации. То есть в Китае руководство верит в то, что Китай заслуживает и может стать глобальным лидером. Помните вот эту фразу, которую Си сказал Путину во время мартовского визита в этом году? То есть что мы стоим на пороге невиданных изменений. Вот она как раз и связана с тем, что руководство Китая рассматривает текущую ситуацию как крайне благоприятную для Китая, как такую, которая означает временное нарушение международной стабильности, результатом которой должно быть перераспределение силы в мире. И это перераспределение должно быть осуществлено в пользу Китая. И насколько это будет успешным, пока что сказать сложно. Но вот эти все действия направлены на то, чтобы адаптироваться к этим изменениям Китая очень четко и конкретно прослеживается. И ваш еще вопрос касался, пожалуйста, уточните. Насколько долгим будет этот период и означает ли это, что если, например, закрытость, то это означает, что Китай может пойти на эскалацию вплоть до истории с Тайванем? Да, смотрите, поскольку это все очень персонализировано, то пока Си Цзиньпин контролирует власть, этот тренд будет продолжаться. То есть я думаю, это не вопрос одного года или двух ближайших лет. Это вопрос более, скажем, среднесрочной перспективы. Готов ли Си Цзиньпин пойти на эскалацию? Пока что признаков для этого нет. Но опять-таки, когда сильно много власти концентрируется в руках одного человека, когда он становится изолированным, мы все это видим по примеру Путина, когда доступ информации к нему ограничен и усложнен, существуют определенные процедуры, которые этому мешают. И это может привести к череде неправильных решений. И потенциально при такой ситуации вероятность конфликта не нулевая, скажем так. Она присутствует. Естественно, если конфликт возникнет, виноватым будет кто угодно, только не Китая. Это стандартная модель интерпретации поведения всех авторитарных лидеров. И тут возникает вопрос, насколько Китай заинтересован в изменении существующего международного порядка. Я у вас уже это проговаривал, но повторю еще раз. Китай пока что является бенефициаром существующих международных отношений. Они его не удовлетворяют на 100%, но он сумел очень эффективно к ним адаптироваться и занимается тем, что перестраивает их в свою пользу. Он повышает степень присутствия на международных площадках, формирует, вернее, скажем, он повышает степень присутствия в международных организациях, пытается занять там либо должность руководителя, либо заместителя руководителя, обязательно быть представленным, обязательно отстаивать свои интересы. Это раз. Во-вторых, он формирует разнообразные площадки нового характера. То есть это BRICS расширенный, это Шанхайская организация сотрудничества, это разнообразные форматы кооперации с Африкой, с арабским миром, как клубами государств и также отдельно с государствами, то есть там с Россией, с Бразилией интенсивный диалог и так далее. И на международной арене Китай пытается представить себя как лидера глобального юга, как того, кто пытается восстановить международную справедливость, несправедливо отобранных Соединенными Штатами и западными странами во время колониальных войн, колониальной эпохи и сделать международные отношения либо многополярными, либо более сбалансированными. Но мы понимаем, что если отношения будут многополярными, это означает, что страны маленькие по размеру, страны средние по размеру не будут иметь возможности на равных выстраивать свои отношения с такой крупной и чрезвычайно влиятельной страной, как Китай. Поэтому Китай выступает против разнообразных альянсов, в которые он не входит. Он критикует НАТО, критикует AUKUS, критикует QUAD, который формируется в Индотихоокеанском регионе. Но в то же время он пытается переформатировать международные отношения так, чтобы роль альянсов была в них минимальная, а отношения выстраивались больше на двусторонней основе. Все эти площадки, на которых присутствует Китай, продвигает себя, как Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и так далее, они все все равно сохраняют рамочность. Они ни к чему не обязывают их участников. Это определенные форумы, на которых они съезжаются, что-то обсуждают, пытаются принять какие-то решения. Но поскольку интересы у стран сильно полярные, то им о конкретных вещах договориться очень сложно, не говоря уже о каких-то там институтах, либо ценностях, как это сделано или достигнуто на Западе. Но что они могут делать? Они могут демонстрировать свою солидарность, направленную против тех стран, которыми они считают незаслуженно руководящая роль, принадлежит руководящая роль в международных отношениях. И из этого будет строиться внешняя политика Китая в 2024 году, ну и, я думаю, в среднесрочной перспективе так же. Ну и, конечно, очень хотелось бы по Украине еще раз более детально. Давайте мы поговорим. Считаете ли вы, что в следующем году Китай будет каким-то образом влиять на войну России против Украины? Что, как вам представляется здесь, какова может быть его роль? Да, тут следует вспомнить и 22-й год, и 23-й год в том смысле, как Китай себя позиционировал. То есть, если в 22-м году главной фразой в китайских спичах было «не следует подливать масло в огонь», то есть каким-то образом благоприятствовать или помогать странам, то есть Украине и России, которые находятся в войне, каким-то образом усиливать или эскалировать военную конфронтацию, то в этом году основная формула, которая присутствует в большинстве спичей Си Цзиньпина и других китайских руководителей звучит как «позиция Китая по украинскому вопросу последовательно и ясна». Что значит «последовательно и ясна»? Она заключается в том, что Китай призывает стороны к мирному урегулированию конфликта либо войны. То есть, это все озвучено в так называемом «мирном плане» или позиционном документе Китая, опубликованном в феврале 2023 года, и там написано четко, что Китай призывает страны, то есть конфликтующие стороны путем диалога прекратить агонии путем диалога, решить спорные вопросы. Он не прописывает, кто несет ответственность за эту войну и убийство людей, которое произошло. Он не возлагает какие-то обязательства, он просто говорит, что они должны сесть за стол переговоров, а международное сообщество должно подталкивать их к вот такому поведению. В этом году Китай, по-видимому, на старте имел определенные надежды на то, что он может как-то повлиять на ситуацию, разрешить ее так, она бы была выгодна для него. Для этого он направил своего спецпредставителя в Украину, в европейские столицы и также в Москву для того, чтобы, скажем, презентировать почву. И вот это происходило в мае, в апреле шли переговоры насчет этого визита. И после, скажем, весны, где-то вот с лета я бы сказал, что позиция Китая по Украине, скажем, замерла и так застыла и перестала меняться как-то существенным образом. То есть этот разведывательный визит, скорее всего, сформировал у Китая представление о том, что ситуация пока еще бесперспективна, что стороны не созрели для начала этих переговоров. Соответственно, Китай слушать никто не будет, как бы он там не призывал к мирным переговорам и так далее. А наоборот, все это будет направлено на то, чтобы изыскивать способы для продолжения войны. Что Китай не с руки и поэтому, я так понимаю, Китай приняли решение сократить уровень своей дипломатической активности на украинском направлении и подождать, пока ситуация будет меняться. Будет ли Китай пытаться позиционировать себя как медиатора, как посредника в будущем? Это будет зависеть от того, насколько вероятным будет успешный исход, не скажем не успешный, результативный исход вот таких подобных переговоров между Россией и Украиной. Конечно же, Китаю хотелось бы получить на этом какие-то международные имиджевые очки. И если откроется такая возможность, Китай будет предлагать себя как медиатора. Скорее всего, он не будет предлагать себя как исключительную или единственную платформу, а предложит, вот как это было в кейсе с Ираном, быть одним из участников большой переговорной группы на пять стран, на шесть стран, непринципиально. То есть его представитель, скорее всего, войдет в такую переговорную группу. Он будет заниматься не столько достижением мира и какого-то справедливого, сбалансированного решения, сколько, во-первых, собирать информацию, во-вторых, отстаивать китайские интересы во всем этом. И все призывы западных стран повлиять на Россию, по сути, были проигнорированы Китаем. То есть у Китая пока сложилось четкое представление о том, что ситуация в той форме, которая существует сейчас, для него более интересная, чем какое-то усиление давления на Российскую Федерацию с тем, чтобы прекратить военные действия. Естественно, причины объективны, они на поверхности. То есть это ослабление Запада, это распыление его возможностей, это также ослабление самой России, что, впрочем, не противоречит китайским интересам ничуть. И на фоне ослабления его соперников или соседей, объективно, без относительно дополнительных усилий, роль и влиятельность Китая будет расти. Это, по сути, и происходит. Мы, если смотрим на страны глобального юга, мы видим, что там руководство все больше и больше солидаризируется с позицией Китая. Она его устраивает, и, по сути, она позволяет и этим странам дистанцироваться от войны в Украине и превратить ее, скажем, в проблемы Европы и Российской Федерации. И вот, к сожалению, такая политика, такая позиция, она для нас ничего такого перспективного пока что не обещает. Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами, что были этот год с нами. Очень надеемся, что в следующем году тоже найдете для нас немного времени. Спасибо. С удовольствием найду. Кстати, следующий год по китайскому гороскопу – это год дракона. Это отчет. Я не очень большой астролог, но дракон – это, скажем, главное животное, главный тотем в китайской мифологии. С точки зрения китайцев, для них это должен быть очень удачный год. Ну, а для нас мы посмотрим, будем надеяться, что там вот такой дракон для нас позволит проявить вот эти волевые качества и достичь тех задач, тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим. Спасибо огромное. Спасибо большое, Дмитрий. Очень рады были видеть вас. Спасибо. Дмитрий Ефремов. Всего хорошего. Дмитрий Ефремов был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень благодарны и, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами.